Всем привет! Вы на канале Куликовые компании и с вами Татьяна. Довольно часто при работе с атласной лентой возникает такая проблема, как зацепки. Однако можно заметить, что зацепки появляются исключительно на лицевой стороне атласной ленты, а обратная сторона остается неповрежденной. И сегодня я хочу предложить вам сделать вот такой бантик на обратной стороне атласной ленты. Все необходимые материалы указаны внизу в описании под видео. Давайте приступим! Берем ленту двух цветов шириной 2,5 и 5 см. Главным отличием обратной стороны от лицевой является то, что она матовая. Режем ленту на квадраты и опаливаем края над свечой. Делаем простые острые лепестки из ленты шириной 2,5 см розового и серого цвета. Крученые лепестки делаем справа налево, также из ленты 2,5 см, двух цветов. Серого 6 штук и розового 5 штук. Продолжение следует... И делаем крюченые лепестки слева направо, только из узко-серой ленты в количестве 6 штук. Двойной острый лепесток делаем из больших квадратов. Продолжение следует... 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 Собираем верхний ряд из острых и крученых розовых лепестков, чередуя их между собой. И добавляем белые бусинки диаметром 4 мм в острые лепестки. Всего 5 крученых и 5 острых лепестков. Приклеиваем самую простую белую серединку. На кружок из фетра диаметром 4 см приклеиваем большие лепестки. Затем между ними приклеиваем маленькие острые розовые лепестки. Сверху приклеиваем верхний ряд. Далее добавляем белые бусины в острые маленькие лепестки серого цвета и розового. До свидания. До свидания. Продолжение следует. До свидания. Николай. Приклеиваем бантик к заколочке. В процессе создания бантика на обратной стороне ленты не появилось ни одной зацепки. Лента более упругая и лепестки делаются намного проще и быстрее. Пробуйте и делитесь вашими впечатлениями и результатами. Всем пока, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok